Привет, Люда Юйсей Нью-Йорк. Сейчас покажу зал, в котором мы делали тренинг, CPR. Выйду и расскажу. Это Пенсильвания отель в центре Манхэттена. Вот такой красивый зал у нас был. Так, выходим. Манекены, манекены, манекены. Вот это все манекены, уже все упакованные. Всем привет, Люда Юйсей Нью-Йорк. Я в Манхэттене, Пенсильвания отель, 34-я улица и 7-я Эвеню. Пенсильвания отель. Большой отель. И вот нам здесь дали такую комнату, огромную, зал. Называется Голд Зал, тут правда идет. Ой, тут такое, друзья мои. Ну ладно. Город контрастов. Очень проститик. Где-то коричневый и коричневый. Я хочу пройти вам показать. Все-таки там внутри неплохо, но эту лестницу, по которой мы спускаемся, как раз ремонтируют. сейчас выйду, расскажу, что у нас было сегодня и продолжается еще, собственно, вот такой вот отель. Вот люди здесь сидят, ждут своей очереди. Вот так вот здесь можно кофе, чай. Выход туда есть на 32-ю и выход есть вот сюда на 33-ю. В общем, каждые два года мы должны проходить, как медсестры, СПР, это так называемая первая помощь, когда человек не дышит и нет сердечного ритма. Вот. И сегодня вот со всеми, с кучей медсестер школьными, медсестрами. О, дождик. Вот это да. Ой, дождик. Вот. И вот сегодня, значит, мы такое проходили, вернее, вспоминали. Мы все это уже тысячу раз проходили. Но опять вспоминали, как быть со взрослыми, как быть с детьми до 8 лет, как быть с маленькими до годика. Что делать в таких ситуациях, как использовать дефибриллятор, какой должен быть. В общем, 30 компрессионс, это как бы массаж сердца, два дыхания. 30 компрессионс, два дыхания. Достаточно быстро и достаточно глубоко. Вот. Ну, если два, если маленький совсем ребенок и если два спасателя, то будет 15 компрессионс, два дыхания. Но это только инфанты, только до годика. А так 30 к 2. Ну, потом нам опять же восстанавливали в памяти, как использовать дефибриллятор вместе с первой вот этой помощью. Параллельно это все делается. Дефибриллятор сам тебе говорит, что делать. Ты приклеиваешь такие пэды. И он сам говорит, что все должны отойти. И потом начнут удар током. А если... А если... Так, сейчас я открою зонтик. Это вот седьмая Avenue Madison. Пойму, есть дождик, нет дождика. Вот это вот Madison Square Garden. Вот, отель Пенсильвания с этой стороны, сбоку, ну вот так вот, начнется у нас обед, час будет обед, потом, я сейчас посмотрю, куда идти, и потом, после двух, у нас еще два часа, какая-то будет лекция, конфликт интересов, так, колоритный товарищ, что-то он, таксиста ловит, ну вот, такое коротенькое, хотела сделать видео, я не думала, что будет дождик, хочу куда-то встать, искать два слова, встать некуда, везде люди, везде люди, Хотела сказать немножечко про Хьюстон, что происходит в Хьюстоне, я вчера смотрела новости, ох, затопило, затопило город, и главное, что этот ураган в Харви, такие колоритные люди, проблема в том, что этот дождь, там тихо, там нету никаких таких сильных волн, или еще что-то, но дождь идет несколько дней, и поэтому город затапливается, сейчас я перейду на ту сторону, в надежде, что может быть, может быть, там будет потише, я встану, скажу два слова, то, что я смотрела вчера в новостях, что происходит в штате Техас, Тексас, как здесь говорят, штат Тексас, Стейт Тексас, так, встану вот здесь, да, тут, наверное, не совсем тише, пытаются продать, люди, вот эти все в красных футболках, они пытаются продать билеты, вот куда, ай, ай, ну вот, так вот будут показывать вам людей Нью-Йорка, ну и, короче, проблема в том, что дождик не перестает, и он начался в субботу, в конце пятницы он начался, и вот уже столько дней он идет, и он будет продолжаться до четверга, и поэтому люди в своих домах, которые не хотят покидать дома, у них, допустим, по щиколотку вода, воды по щиколотку, и они как бы думают, что делать, надо ли покидать эти дома, ну и вот такая вот получается неопределенность, очень сильная неопределенность, с одной стороны, еды запасли, одеяло теплое есть, телефоны есть, телевизоры работают, интернет есть, вот, но никогда не знаешь, сколько будет воды через, через день, через полдня, и поэтому, хотя им объявили, что все должны покинуть свои дома, а они тянут, они тянут, и вот это, короче, конечно же, проблематично, а те, которые послушались, они тоже ушли в шелтеры, а в шелтерах не очень-то... Вчера показывали в новостях, какие там шелтеры, одеял нету, дети, взрослые сидят на полу, ну, поло с ковровым покрытием, вроде как не холодно, ну вот, но в то же время, ничего хорошего, лучше уже, лучше уже было бы дома находиться, но дома уже нельзя, потому что там уже, как бы, допустим, вода прибывает, сначала было по щиколотку, потом по колено, выше колена, и получается, что в некоторых, в некоторых районах воды, может быть, допустим, по крышу машины, машина почти закрыта, а тут же несколько метров в сторону, и там будет чуть-чуть на возвышенности, и все, и нет воды, и, в общем, получается, что такая вот путаница, несусветная путаница, получается, так, вот курильщики, позор, shame to you, вот, ну, что еще я смотрела вчера, ну, сказали, что у некоторых даже вроде крокодилы появились, тоже такое, плавают на бакьярдах, черепашки, крокодилы, в общем, конечно, печальная ситуация, именно, что много дней идет вот этот дождь, вот это плохо, что много дней он идет, то есть он в четверг только остановится, да, и вот в этих шелтерах, что мне еще было очень грустно смотреть, печально, допустим, там одна мама держит на руках ребенка с серебрал палси, это детский церебральный паралич, и почему-то у него зондовое питание через желудок, или там через трубочку в желудке, стома в желудке, но почему-то у них все утонуло, и даже, в общем, короче, ребенка кормить нечем, и мало того, у него еще и, как это называется здесь, сижер, то есть припадки, эпилепсические припадки, два припадка уже было, и, в общем-то, нет лекарств, и вот они в этом шелтере, когда их оттуда вывезут, неизвестно, потом такой момент, вот сейчас я вот здесь встану, о, здесь тоже курильщик, ну, никуда от них не деться, потом еще такой момент еще, тысяча звонков в час поступает на 911, 911, тысяча звонков в час, это много, и вот там такое видео, я смотрела в ютубе, один человек сделал, из его окна, допустим, ну, из этажа 10, наверное, он снимает, как горит дом, дом в окружении воды, сначала начинает немножко там гореть, снизу, потом больше, больше, люди кушают, больше, больше, и весь дом начинает полыхать, но несколько минут идет съемка, никто не приезжает, обычно здесь пожарные приезжают там, ну, не знаю, в течение пяти минут, и много машин приезжает, много, даже больше, чем надо, а там сейчас такая ситуация, что эти пожарные машины все задействованы, где-то вылавливают людей, где-то еще что-то, и вот этот дом горит, ну, такой дом не частный, а как бы вот такое здание, ну, где-то этажа 3, наверное, вот, люди на машинах, на специальных автобусах, вот, и даже не приезжают пожарные, то есть, вот это парадокс такой, получается, дом в окружении, в дом среди дождя, и там, где идет, и там, где снизу идет вода, наводнение, и дом этот сгорает, но это вообще, конечно, и никто не приезжает, ой, ну, в общем, там все силы брошены, национальная гвардия американская, в общем, пытаются, пытаются помочь, сейчас, наверное, я туда зайду и покушу здесь как раз, смотрю, что там есть, ну, вот, все равно, все равно, и много людей уехало, и многие остались, и многие думали, что будет дождик, как всегда, вот, когда был ураган Сэнди, в Нью-Йорке, то тут сильно затопило, но этот дождь был всего лишь, дождь шел всего лишь ночь, и вода прибыла и убыла в течение получаса, как мне рассказывали, полчаса как бы с океана пошла волна, и через 30 минут она ушла, залила, отлила, и было где-то, ну, может быть, максимум там полтора метра, то есть залили подвалы у людей, залила машины, вот, все, что ниже уровня земли, было залито, но полчаса, это же не 7 дней, как, нет, не 7 дней, получится где-то 6, с пятницы, 6 дней, вот, конечно, вроде как без, ну, есть жертва, есть жертва, но без особых жертв, мальчишки развлекаются, плавают, там, где улицы, там, во многих местах уже, как будто реки, вот эти вывески, вот такие вывески, вот, или даже вывески хайвея, они уже прямо на уровне воды, ну, в общем, короче, такое явление, ну, вообще Хьюстон, как я смотрела, как они показывают в новостях, что сам Хьюстон, центральная часть Хьюстона, она ниже уровня моря, она как чаша, а все, что как чаша, оно всегда подтопляется, вот, Нью-Джерси, есть такие районы, они как чаша, и все, и они всегда-всегда, да, подтопляются, там, что они делаем, периодически у них наводнение, так, а тут еще рядом у них Мексиканский залив, получается, рядом там с штатом Техас, с Хьюстоном, и этот ураган, он как бы зашел на территорию материка, потом отошел в сторону воды, а потом опять пошел в глубину материка, то есть никак он, он завис над ними, он никак не хочет от них уходить, ну, в общем, вот так вот, вроде как, не такие, как бы наводнения, как было вот в Японии, когда цунами, нет, она как бы, вода как бы спокойно стоит, она спокойно стоит, она вот, здесь может там где-то быть большая лужа, а потом большое, как бы, пространство воды, а где-то чуть-чуть, несколько метров в сторону, и уже нет воды, но, тихо, но верно, вода как бы там пребывает, вот так вот, вот такие новости, ну, все, поэтому сейчас покушаю, и пойду обратно на тренинг, тест по CPR мы уже сдали, теперь у нас будет еще одно, вчера была первый день на работе, после каникул, ну, включаемся в рабочий режим, ну, все, всем пока!